Сегодня прошла несогласованная акция под хэштегом «Надоел». Мария Баронова, член открытой России, оценила численность митингующих в Москве в 3000 человек. Сторонние наблюдатели говорят о более скромной цифре. В Петербурге около 50 задержанных, в Москве никого не задержали. Власти на удивление лояльно отнеслись к несанкционированной акции. Навольня от весело размахивающих кроссовками на этот раз почти не было. Пришла в основном знакомым всем по акциям 31 числа на Триумфальной площади публика из оппозиции. В общем, были потрачены довольно большие усилия по продвижению этой акции в соцсетях, в группах МДК, Ёшкин Кот. Но, в общем, даже была призывная грудь с аклетиками «Надоел». И вот давайте обсудим все-таки, для чего это было, кому это было нужно и какой эффект от этой акции. С нами на связи сейчас Михаил Ходорковский. Здравствуйте, Михаил. Павел уже упомянул о том, какие были промо-акции запущены в интернете. Но все же, как вы считаете, почему численность была такая невысокой? Вы сами видели, что власть предприняла огромные усилия, будучи уже предупрежденной событиями 26 марта, для того, чтобы на дальних подступах отсечь людей. Сначала «Открытая Россия» была признана нежелательной организацией. Для людей же нет разницы между международными подразделениями «Открытой России» и, собственно говоря, движением «Открытой России», которая работает в России. Людям пригрозили, что за взаимодействие с «Открытой Россией» дадут до 6 лет лишения свободы. А с утра демонстрировали гигантские силы, стянутые ко всем приемным президентам. Ну и мы помним, что и Песков, и ГУВД Москвы в один голос говорили о том, что они будут применять жесткие меры к тем, кто примет участие в этой акции. Попугали, но потом все-таки не решились. Михаил, вот у меня есть вот какое, ну, не возражение, что ли, но дело в том, что Алексей Навальный, с которым, ну, естественно, сейчас будут сравнивать эту акцию, он использовал такую широкую протестную, как теперь говорят, повестку или протестное настроение. То есть это, конечно, будет и эта реновация в Москве, и в регионах, возможно, и борьба с коррупцией, которая действительно проникла уже до каждого ЖЭКа, что называется, да. И, конечно, многие его называют популистом, но вот смотрите, там в несколько раз больше людей вышло, и вышла молодежь, другие аудитории захватываются через YouTube, и там интонация, скорее, требовательная. У вас, скорее, интонация была просительная, то есть это, скорее, была некая челобитная. Господин президент, не соизволите ли вы не выставлять свою кандидатуру в 2018 году, и поэтому мы приходим к вам не на площадь, а мы приходим к вам в приемную. Ну, вы закрылись с железными счетами, поэтому мы около приемной немножко постоим. Вот у меня было сегодня такое ощущение. У меня ощущение другое, что люди первый раз провели очень четкую линию к тому, что Путин не должен выходить на выборы и идти на четвертый срок.